Сергей Сергеевич, а как будет устроено концлагерей для иммигрантов, когда вы станете мэром? Когда я стану мэром, концлагерей для иммигрантов не будет. Будут лагеря общего режима для работодателей, которые нарушают закон и нанимают нелегалов на работу. А вот сейчас мы пойдем посмотрим, как содержатся нелегальные иммигранты. Значит, мы прошли по всему этому пункту приема иностранных граждан, как он официально называется. Но в просторечии это лагерь. Я в этом слове ничего страшного не вижу. Лагерь и пионерский бывают, и всякий другой. Мы вроде бы удостоверились в том, что здесь никаких прав нарушений человека. Нарушений прав человека здесь нет. То, что задержаны люди, находящиеся на нелегальном положении, в этом тоже никакого нарушения или преступления нет. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо большое. Мне очень приятно. Статистика по преступности по вашему району, она говорит сама за себя. 50% тяжких преступлений совершаются мигрантами. И мне даже не нужно эту статистику знать. Я знаю, что женщины в моем доме вечером боятся выходить на улицу. Я знаю людей, у которых вырывают сумки. Эти мигранты. Вы знаете, что Москва находится на первом месте в мире по количеству нелегальных мигрантов? Знаете? Знаете, например, такой смешной факт, что 40% существующих в мире таджиков мужского пола проживают в Москве. Переехали сюда всей страной просто-напросто. Это ложь. Это не ложь. Это так. Это статистика официальная. Человек. Следующий вопрос. Молодой человек, если вы будете уважать всех, то вы потом зададите вопрос, а не будете кричать из толпы. Если мы хотим сделать концлагерь, где будут сидеть нелегальные мигранты, этот концлагерь будет размером с район Строгино, и в нем будет сидеть 2 миллиона человек. Его должны охранять 5 миллионов человек. Это бред. Давайте сначала введем визовый режим, давайте сначала сами не будем их сюда тащить, потому что они отстегивают зарплаты, а потом уже делать концлагеря. И тогда они не понадобятся. Ваш вопрос. Продолжение следует...